Защита интересов государства в экономической сфере. Деятельность Пинского Межрайонного комитета государственного контроля была направлена на максимальное использование мер профилактического и предупредительного характера. В первом полугодии проведен ряд мониторингов и плановых проверок, во время которых приоритет был отдан таким направлениям, как контроль за целевым использованием бюджетных средств, использованием госсобственности и имущества, реализацией республиканских и региональных программ. В основном нарушения были связаны в сфере ЖКХ, это завышение планово-расчетных цен, это неправильное определение стоимости объекта в основных средств. Пять проверок было проведено на торфопредприятии Глинка, в Лунинецком лесхозе, Ивановском ЖКХ, речных портах Пинск и Микошевичи. В ходе пяти мониторингов были обследованы объекты 20 предприятий и учреждений региона. По результатам проверок и мониторингов было взыскано бюджет денежных средств на сумму порядка 350 тысяч рублей. Была дооценена доля государства в уставных фондах и, соответственно, доля государства в уставных фондах, оценерных обществ на сумму порядка полмиллиона рублей. Возмещено средств предприятиям на сумму 270 тысяч рублей. Ни одна проверка и ни один из мониторингов не обошлись без выявленных нарушений. Их результат на этот раз вылился не только в стандартные меры реагирования об устранении нарушений и недостатков. К сожалению, в отношении должностных лиц предприятий возбуждено 8 уголовных дел по итогам проверок. Это нетипично для настоящего времени, но, к сожалению, есть такие случаи. Это касается, к примеру, и того же торфопредприятия «Глинка». Что касается Лунецкого лесхоза, был один случай искажения финансо-экономической отчетности с целью получения стимулирующих выплат. Председатель Пинского межрайонного комитета констатирует и повышенный интерес и желание граждан к вмешательству этого контролирующего органа к решению частных проблем. Нередкие жалобы соседей, которые не могут поделить земельные участки. Однако практически все такого рода вопросы вне компетенции госконтроля и направляются для разрешения в другие инстанции. Что касается актуальной на сегодня темы, это уборочная кампания. Сотрудники комитета посещают сельхозпредприятия и, по словам Виктора Гордича, не без удовлетворения констатируют улучшение положения дел по сравнению с предыдущими годами.